Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Учат в школе, профсоюзы помогают родителям собрать детей к новому учебному году. В прошлом году это 460 школьников было. Кто может рассчитывать на помощь? Помыться не успели. В Бобруйске ночью сгорела баня. Причина на данный момент выясняется. Что говорит статистика? Грузы и ливень. В стране на вторник объявлен оранжевый уровень опасности. Еще можно погреться немножко на улице. Когда вернется тепло. А также помощь аграриям, Яндекс против мошенников и поездка на море. С октября белорусам открывается еще один египетский курорт. Что предлагает Белове? Полный портфель. Профсоюзы помогают родителям собрать детей в школу. Особое внимание многодетным, неполным, а также семьям, которые воспитывают детей инвалидов. Специалисты передают им рюкзаки, одежду и обувь. Не остаются без внимания интернаты. Выделяются средства на развитие материально-технической базы. А для воспитанников приобретается все необходимое. От канцелярских принадлежностей до спортивного инвентаря. В прошлом году это 460 школьников было. И общая сумма выплаты материальной помощи составила около 15 тысяч белорусских рублей. Акции пользуются спросом, заявления несут. Благодаря госпрограмме «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность» на 2021-2025-й, независимо от дохода, многодетные могут рассчитывать и на единовременную материальную помощь. На каждого ребенка полагается 30% от бюджета прожиточного минимума. Это 109 рублей 32 копейки. Достаточно подать заявление в Управление по труду, занятости и социальной защите. Парилка отменяется. В Бобруйске ночью сгорела баня. ЧП произошло на Калинина. Звонок в МЧС поступил от местного жителя в 4 утра. По прибытию спасателей в сооружение создалось плотное задымление. Хозяева находились на улице. В итоге огонь уничтожил беседку, наружную отделку дома и гаража. Пострадавших нет. Причина на данный момент выясняется. МЧС напоминает. Берегите себя и свое имущество. Не допускайте неосторожности с огнем. В случае пожара звоните в МЧС по телефону 101 и 112. К счастью, это первое возгорание за последнюю неделю в Бобруйске и районе. С начала года в регионе произошло 494 пожара. Погибло 43 человека. Лидирующая позиция, положительный статус и полезная функция. Яндекс запустил автоматический определитель нежелательных номеров. Как активировать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Агрария в уборке урожая помогает белорусская армия. Наиболее опытные и подготовленные водители в эти дни на полях вместе с комбайнерами. Поддерживают Витебскую и Могилевскую области. Ежегодно Минобороны выделяют на сезон жатвы не только специалистов, но и технику. Кровай Беларуси, к слову, уже весит более 3 миллионов тонн. И это без учета кукурузы, гречихи и проса. Беларусь оказалась в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения. Страна способна переработать свыше 17 миллионов кубометров деловой древесины. До глобальной модернизации отрасли под силу было меньше 10. Предприятиями выпускается более 140 видов продукции. Глубина переработки выросла до 98,5%. И это уровень скандинавских стран. Более 760 случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Беларуси за полгода. Меньше всего в Могилевской области лидирует Гомельская. Показатель заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2022 ниже на 11%. Моляют в основном люди старше 30. Передается вирус чаще всего половым путем. Яндекс запустил автоматический определитель нежелательных номеров в WhatsApp и Viber. Новая функция уже работает на всех платформах. Во время звонков теперь можно узнать о возможной цели незнакомого абонента. Реклама, спам, мошенники, доставка, банк, медучреждения. Чтобы активировать, достаточно зайти в блок «Все сервисы» на главном экране. Помимо Шарм-эль-Шейха, с октября белорусы смогут летать еще в один египетский курорт – Марса-эль-Алам на берегу Красного моря, 260 км к югу от Хургады. На рейсе будут работать 4 отечественных туроператора. Белавия предложит новое направление 16 числа. Чартерная программа рассчитана на 10-11 ночей. Дети – наше все. В Киселевичах строится новый детский сад на 240 мест. На объекте уже месяц кипит работа. Площадь свыше 6000 квадратных метров. Бассейн, гимнастическая площадка, комфортабельная спальня. Как скоро здесь засвучит детский смех в нашем репортаже. Маршрут развития. Когда-то этот уголок был закрытым военным городком. Сейчас самый зеленый микрорайон. Сегодня здесь одна за другой вырастают многоэтажки. В комфортабельные квартиры заезжают молодые семьи. На Горелико-23 для самых маленьких недавно открылась детская игровая площадка с безопасным покрытием. Качели, горки, скалодромы, лабиринты, тренажеры, лесенки, песочницы и карусели. Все изделия из металла с защитными вставками из пластика и резины. Я здесь очень давно живу. Здесь, да, природа, здесь красота. Нам многие завидуют, как будто мы находимся в санаторной зоне. Очень, конечно, красиво. Нам бы еще такую хотя бы одну площадку было бы шикарно. Этот район не променяю ни на что. Мне здесь очень нравится. Свежий воздух, зелень. Уровень культуры достойный. Магазинов достаточно. Ко дню независимости на Наумово открывают участок дороги. Главная магистраль новой жилой застройки прибавляет 900 метров. Две полосы в каждом направлении, островки безопасности, широкие тротуары, тактильная плитка, велосипедная дорожка. Учтены интересы и водителей, и пешеходов. Микрорайон продолжает расти и динамично развиваться. С конца июня здесь развернута спецтехника. За забором строится детский сад. Работу ведет Бобруйский завод КПД. Применена, наверное, впервые такая конструктивная схема, когда мы собираем, скажем так, стеновое ограждение из отдельных элементов, соединяя их жестко монолитными вставками. Ну, вот это вот нам позволит завершить строительство в этом году. Мы понимаем социальную значимость этого объекта, поэтому вот мы работаем в данном направлении. В данной микрозоне функционирует только один детский сад, который был построен в 1935 году с проектной мощностью всего на 110 детей. В настоящий момент в микрорайоне Киселевича также проживает 110 многодетных семей. И считаю, что строительство данного детского сада улучшит в целом жизнь бобруйчан и будет очередным шагом в социально-экономическом развитии нашего любимого города. Вместе с городом растет и количество юных бобруйчан. В микрорайоне Киселевича проживает 413 детей в возрасте от 2 до 6 лет. 192 малыша стоят в очереди. Необходимость дошкольного учреждения очевидна, поэтому работы ведутся 24 на 7, чтобы садик как можно быстрее наполнился звонким смехом ребятни. Сейчас на финишной прямой монтаж цокольной части. Здесь будут технические и вспомогательные помещения. Детали, которые выполняются на заводе, поставляются, как вы видите, на конусах и здесь монтируются. Уже по готовности деталей на заводе будет организована уже ночная смена и дневная смена. То есть по вахтам наши люди будут работать. Трехэтажное здание рассчитано на 240 мест. На площади более 6000 квадратных метров комфортно поместится 12 групп. Плюс гимнастический зал, бассейн, который займет место в пристройке. Позаботится и о детях с ограниченными возможностями. Для них пандусы и лифты. Мы рады, что здесь строится новый садик. Мы уже желаем встать на очередь, сюда попасть. Обещали, что он с бассейном будет. И район здесь у нас очень классный. И очень близко будет ходить сюда. Так что мы счастливы, да, и надеемся, что его быстро построят. Очень рады, потому что старший ребенок не попал в ближайший здесь сад в Киселевичах. Мы возили его за много остановок. Надеемся, что младший ребенок попадет. Бобруйск отнесен к территориям ускоренного развития или так называемым городам 80+. В январе 2022 в молодежном микрорайоне для самых маленьких бобруйчан двери распакнуло современное дошкольное учреждение. В декабре этого года планируется завершить работы по строительству детского садика в Киселевичах. Капризы природы. Из-за дождей и гроз на вторник в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Белгидромет предупреждает о шторме. Все из-за циклона, который идет в Беларусь из Европы. Разочаровало ли лето 2023 бобруйчан, разузнала и Елизавета Липеева. Лето в этом году не балует жаркими днями. Средняя температура за июль ниже климатической нормы. На протяжении месяца столбик термометра держался на отметке в плюс 20-29. За окном то тропики, то сахара. Дожди, которых ждали весь сезон, посыпались все и сразу. В этом году сходила на пляж, отдохнула на озере. Куда-то съездить получилось на природе отдохнуть. Хватило солнечных дней. Хорошо лето наступило снова, а то было очень холодно. А сейчас вот комфортно. Хоть еще можно погреться немножко на улице. Побывали и на речке, и в лесу. Поэтому замечательное лето. Во вторник солнце спрячется за облаками. Ночью и утром на севере страны дожди. В отдельных районах сильные ливни с грозами. Днем кратковременные осадки. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду с порывами до 14. Воздух прогреется до плюс 16,23 градусов. Ночью столбик термометра опустится до 9,15 выше нуля. В условиях капризов природы лучше всегда иметь с собой зонт. Потому что точно не знаешь, когда накроют. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, Бобруськ, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!